Музыка По счастью, за музыкой стоит магия, просчитать которую невозможно. Эти слова принадлежат современному российскому джазмену Вадиму Иллин Кригу. И совершенно не случайно, ведь характерная черта джаза – это импровизация. А когда мелодия рождается прямо во время ее исполнения, это действительно похоже на волшебство. Сегодня мы поговорим именно об этом музыкальном направлении. Ведь совсем скоро в Тверь приезжает мировая звезда джаза Игорь Бутман. Маэстро импровизации, его московский джазовый оркестр и вокалист Алан Харрис выступят в концерт-холле бизнес-центра Тверь. Вместе со звездами в рамках проекта «Уроки мастерства» на сцену выйдут стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Но все это будет 21 ноября вечером. А пока немного музыки и несколько мнений о том, за что стоит любить джаз. В эфире программа «Степень культуры». В конце 19-го – начале 20-го века в США африканская эмоциональность, интуитивное начало столкнулись с европейским рационализмом. Ведь джаз возник в результате слияния разных элементов музыкальных культур, переселенных народов Европы с одной стороны и африканского фольклора с другой. Завезенные в США африканские рабы создавали свою культуру, в том числе и музыкальную. Сегодня насчитывается порядка 30 направлений джаза, непохожих друг на друга. На протяжении всей истории развития этой музыкой восхищались те, кто действительно чувствовал ее сердце. Что такое джаз, поинтересовались как-то у Луи Армстронга. «Если вы спрашиваете, вам никогда не понять», – ответил признанный король этого музыкального направления. Не мыслит себя без джаза Александр Эунап, преподаватель класса духовых инструментов музыкальной школы имени Андреева, руководитель ансамбля «Брас Ренессанс». Говорит, эта музыка всегда шла с ним по жизни. Когда-то он гастролировал по области, играл в военном оркестре, а теперь передает свой бесценный опыт детям. «Чтобы играть вообще эстраду, и тем более джазовую музыку, музыка должен быть полностью, так сказать, профессионалом. Почему? Потому что джаз – это свобода. Он не должен думать о нотах, он не должен думать, каким пальцем нажать эту ноту, чтобы по-настоящему играть. Ну, естественно, в школе мы начинаем, вот, мы работали, начинали вдвоем с педагогом «Берестенкой инвалидной». Сейчас она зовут школой. Ну, и с детьми, так сказать, ну, импровизация для них была страшное слово. Сочинили музыку сразу. То есть ребенок сначала пугался. Говорит, ну, сыграй что-нибудь. Говорит, а что? Ну, сыграй что-нибудь. Ну, вот, бери игры. Это такой испуг. Потом потихонечку, потихонечку они начали играть на блокфлейтах сначала, ну, на инструментах. И сначала его сочиняли. Главное – освободить. Когда ребенок свободен, он может все. Расскажите, что такое настоящий джаз и в чем его особенности? Настоящий джаз в Америке, наверное. Как ему сказать? Вы знаете, вообще джаз – слово страшное, но это выражение. Выражение, выражение мыслей, выражение твоих чувств, которые у тебя в данный момент. То есть настоящий джазмен, он не играет постоянно одной и той же импровизацией. Каждый раз он играет то, что он чувствует сейчас. Но для этого, опять же, должно быть бесспорное владение инструментом. То есть он через музыку выражает все, что у него внутри. Вот вы сказали, что настоящий джаз в Америке, а в России что же тогда? Нет, в России тоже прекрасные музыканты. Прекрасные, но здесь имеется в виду что? Что это у них как бы в крови. Вот это у них, ну как у нас, например, народная музыка. Она у нас с детства, она у нас везде, у нас фольклор, у нас все. То же самое у них там. Конечно, говорить о джазовом исполнении, когда навыки игры только формируются, рано, говорит педагог. И совсем не обязательно, чтобы все юные музыканты к этому стремились. Это личный выбор каждого. Но важно привить ребенку любовь к музыке и дать почувствовать ту самую свободу, которая дает возможность импровизировать. Олег, расскажи, как ты стал заниматься музыкой? Ну, мы с родителями сидели, смотрели концерт, там, где вот оркестр вот играет. И он сказал, Олег, ну-ка попробуй спеть вот то, что они, вот они играют. Я спел, а он сказал, ого, у тебя отличные способности, давай запишемся в музыкальную школу. А мне это понравилось, сказал, ой, я хочу там заниматься, я без этого не могу. Для меня самый старший трубачей это Петя. Я, короче, посмотрела на него, спросила Петя, это интересно, сказал, да, это просто потрясно. Я, короче, согласился, сказал, еще можно на трубе. Я просто его увидел, много раз, как видел, как трубачи в военных фильмах, как гарнисты на трубах играют, а мне захотелось сильно. То есть это вообще твой личный выбор был, родители даже не подсказывали тебе? Нет, родители, когда вот подсказывали, говорят, Олег, тебе пойдет труба, да я сам был не против и согласилась с этим. Вообще сначала я занимался на скрипке, но так как мне врачи сказали, что у меня позвоночник не совсем, ну, прямо как бы находится, и мне сказали, что мне как бы не следует заниматься скрипкой, а лучше перейти на духовные инструменты. Я как бы с детства хотел пойти на поперечную флейту, но когда мы пришли в школу, то нам преподаватель объяснил, что сначала все, кто начинает заниматься на духовных инструментах, они начинают с блок-флейты. Вот. Когда я уже отыграла на блок-флейте, это было два или три года после того, как я пошел на духовные инструменты, я придумал и захотел куда-нибудь кроме флейты. И мне вот как раз сказали, что волтернистов очень мало и что это редкий инструмент, и я решил попробовать. Вот. Вот. Поначалу так вот получалось в среднем, а потом начало очень нравится, и я стал достаточно много заниматься. Я пошел в шесть лет. Сначала Кака Кирилл начинал на блок-флейте, потом перешел на трубу. Расскажи, какие у тебя планы на будущее? Ты вообще представляешь себя музыкантом? Я вот хочу закончить, у меня же семь классов всего я сейчас занимаюсь, я вот хочу закончить вот эти семь классов и продолжить дальше заниматься трубой. А как? Где? Ну вот в колледже, вот так бы я сказала точнее. Вот в колледже, чтобы вот профессионально, уже до конца уже, чтобы навсегда стать трубачом и музыкантом. Мне интересно преодолевать, потому что вот когда вот я взял в руки трубу, мне она показала сначала тяжелой, мне дали миди-трубу. Я подумала, все, я больше не справлюсь, вот сейчас уже все, когда я был на миди-трубе, я думала, не сыграю уже, все, никогда, а сейчас уже держу вот в руках эту трубу, большую. Я вообще предпочел бы музыку оставить как хобби, то есть, ну, конечно же, регулярно заниматься, но пойти куда-нибудь дальше, потому что с музыкой очень тяжело устраиваться, это надо обязательно работать где-то в больших оркестрах, желательно симфонических, чтобы вот так вот получать заработки хотя бы нормальные. А так музыку оставить на душе я хотела бы. У меня тоже хобби. Вообще я хотела бы инженер-конструктор быть, поэтому музыку как хобби оставить. И если говорить о ампровизации вообще такой настоящей, то не особо, а вот у нас как бы такое тоже есть, любимое, знаете, это подбирать, то есть подбирать... Под любимые песни. Да, под любимые песни, вот музыку на наших инструментах. Я как-то послушал одну совершенно отличающуюся песню от тех, что я вообще раньше слышал. Мне понравилось. Я просто узнал, что это джаз, джаз, из джаза. А что это за песня была? Let my people go. Лэй Армстронг. А что нужно для того, чтобы научиться импровизировать, научиться играть джаз? Надо быть уверенным в себе. Да и, конечно, хорошо овладеть инструментом, на котором играешь. Джаз – это одна большая импровизация. А так у меня вообще два хобби. Это занятие музыкой и занятие, что совершенно нетипичное гонками. Управление машиной – это вообще чем-то похоже на музыку. Так же полностью захватывает того. Полностью захватывает тебя. Человека можно научить импровизации? Вы приходите в школу, опаздываете в школу. Вас учитель спрашивает, почему ты опоздал? И начинается импровизация. Вот и все. Вот и все. Только это то же самое, только перенесено на инструмент. Джазовые музыканты, наверное, вообще особенным образом чувствуют друг друга. Ну да, безусловно, конечно. Но поймите, что это процесс очень долгий. И так сказать, вот можно выучить импровизацию, может ребенок сыграть ее блестящим. Все это будет прекрасно. Но это еще не будет настоящим. Это будет пока, как сказать, путь. Путь к совершенству. Вот у меня, вот у меня сейчас выпустились два моих студента. Остались здесь. Преподает в моей музыкальной школе. То есть, как бы вырастил себе некую смену. Вот сейчас третий студент тоже преподавать будет. Уже преподает. Два студента у меня служат в РЗАФ вооруженных сил. Один в Центральном оркестре вооруженных сил. Трубач. Ну, так что я думаю, что здесь что-то останется. Сегодня Илья Еремеев преподает музыку детям. А когда-то, точно так же, как и многих из его учеников, Илью привели в музыкальную школу родители. Как признается молодой педагог, он очень благодарен им за это. Увлекшись именно саксофоном и джазовой музыкой, Я полюбил их направления. Традиционный джаз, новые течения, например, как фьюжн, фанк. Вот такие вот направления. Что такое настоящий джаз, по вашему мнению? Ну, настоящий джаз, это, наверное, музыка, Которая играется именно от самого сердца, скажем так. Вот, для публики, которую хочется всегда слушать, В которой можно самовыразиться, скажем так, Чтобы зрителю было понятно и тебе понятно вообще, Для чего мы есть и, скажем так, для чего мы живем. Настоящий джаз, это всегда импровизация, да? Да, конечно, безусловно, импровизационная часть. В этом-то и смысл выразиться, то есть выразиться с помощью импровизации. То есть положить свои мысли, скажем так, на звуки. А можно ли научиться и либо научить импровизировать? Ну, скажем так, определенные стандарты есть джазовые, Вот, по которым можно учиться импровизировать, Но постепенно, скажем так, учась, когда ты будешь учиться этому, Ты уже выберешь какой-то свой, скажем так, стиль импровизации, Свои фразы подберешь, вообще свою интонацию импровизации, Мотивы различные. То есть в любом случае даже можно, скажем так, Заучить какие-то моменты импровизации, Но импровизация не будет, если она будет заученной, Вот, как по нотам написано. Это именно должен быть поток души, то есть поток мысли. В свое время у нас были прекрасные джазовые оркестры, Вот, и в принципе они не уступали американским биг-бендам. То есть это просто, скажем так, то же самое, как народная музыка. Она где-то есть у каждого народа, но все-таки она же народная является, То есть один жанр такой. За что стоит любить это направление? Наверное, за свою, скажем так, нешаблонность. Потому что каждый, вот, несмотря на то, что есть, скажем так, стандарты джазовые, И когда вставляют куски своей импровизации в эти стандарты, То и уже получается, скажем так, не такая шаблонная музыка. И иногда от этого стандарта, ну, скажем так, от самой простой музыки первоначальной, Ты уходишь совершенно к другому и неожиданному. Алина Николаевна, к вам постоянно приходят новые дети. Вот скажите, пожалуйста, в обучении музыке что важнее, все-таки таланты или трудолюбие? Знаете, важно и то, и другое. Потому что для того, чтобы заниматься музыкой, конечно, необходимо наличие определенных музыкальных способностей. Но трудолюбие также очень важно для того, чтобы освоить новые знания И добиваться исполнения программы наибольших сложностей. Конечно, от студентов желательно трудолюбие. Усиленные занятия, самостоятельные занятия, занятия с педагогом Помогают им осваивать программу быстрее и качественнее. Сегодня речь шла об импровизации. Как вы считаете, любой и каждый ли человек может научиться импровизировать, что-то создавать свое? В какой-то мере научиться может каждый. Но, конечно, для этого тоже необходимы какие-то способности. В том числе такая способность, как умение сочинять музыку. Моментально сочинять на определенную гармонию заданную. Это развитие музыкальных способностей и развитие, не развитие, а, скорее всего, воспитание опытного слушателя, который придет на концерт, который будет понимать музыку, который будет любить музыку, который будет отзываться. Когда-то так же, как и эти юные музыканты, начал играть на кларнете в музыкальной школе Игорь Бутман. Ему было 11 лет. В 1976 году он поступил в музыкальное училище по классу саксофона, а уже в 1981-м получил первое признание джазовыми критиками. 21 ноября в 18.30 в концерт-холле бизнес-центра «Тверь» выступит джазмен с мировым именем. И у вас будет возможность услышать настоящую импровизацию. До встречи в новых выпусках программы «Степень культуры». Субтитры создавал DimaTorzok